Войну, это значит с 42 года и по 45 год я работала в госпитале, госпиталь челюстно-лицевой, профиль такой, номер 1810. Приняли меня туда санитаркой в зубопротезный кабинет. Значит, мои обязанности входило, что мыть пол, халаты, стирать. Но самое главное было, это вызывать, конечно, больных на прием к врачам. У нас была своя самодеятельность, но участвовать в ней, у меня просто не было времени. Понимаете, времени не было. Целый день бегаешь и вызываешь раненых. И иногда о пляске я, плесать я любила с детства. О моих плесульках, танцульках, ну, врачи знали, потому что я говорю, пустите меня там на 5 минут, я попляшу. Ну, ладно, иди попляши. Но концерты были не так часто. Это клуб был, и там была сцена, и там был зрительный зал. Я выходила в халате, без всякой подготовки, музыка там, гармошка. И я плясала с удовольствием, с большим удовольствием, кланялась и уходила. И опять начинала бегать, и опять начинала вызывать больных. Это только-только ходячие. Но лежачих-то не было в основном-то. Я испытывала большое счастье, если я им принесу какую-то радость, какое-то облегчение, может быть, даже. Наши танцы отличались чем? Это прежде всего, у них жизнь была. Жизнь, пела жизнь. И однажды доктор Тёмина, проходя мимо, увидала объявление о наборе в балетную студию. И так вот я очутилась в уральском хоре. Танцы – это мне на всю оставшуюся жизнь. Это на всю оставшуюся жизнь. Рисуют мальчики войну, рисуют танки и Катюши. Вам подарили, потому что вы защитили, вы помогали солдатам. Но мне, знаете, что больше всего понравилось? Это вот лицо. В этом лице вот отражено всё. Боль, горечь. Мне очень дорого, очень приятно. За то, что мальчики войну Узнали только на бумаге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова